Россия пригрозила Евросоюзу асимметричными санкциями В случае дальнейших деструктивных действий Скрепдержава не будет сидеть сложа руки А найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию Заявил постпред лишней хромосомии в ЕС некто Чижов И вот тут прям, знаете, так захотелось продолжения Так и хочется сказать зайчик Ну закончи уже угрозу-то, ну что-что сделает Россия Мне действительно, как и многим из вас, наверное, очень интересен этот момент Какими асимметричными санкциями ответят скрипоносные толстозадые дяди и тети Ну вот я, например, могу Чижову прямо сейчас посоветовать Собирай свои пожитки и демонстративно езжай в Сызрань Разорви дипломатические загранпаспорта под камеры Вытри ноги о флаг Евросоюза, чтобы уж окончательно мосты сжечь или слабо Да с любым из вас забьюсь никогда Это стращало, ничего подобного не сделает Они что, как квакать умеют? Да мы! Да сейчас как... Асимметричные санкции какие? Блин, асимметричные санкции У них же семьи в Европе Счета в европейских банках Дома и офисы в европейских странах И это только во-первых Во-вторых, просветите меня, темного кто-нибудь Это в какой области экономики великая и могучая Остается самостоятельной и независимой боевой единицей Ну так, чтобы без последствий разорвать отношения с ЕС И запросто выжить в условиях полной изоляции от внешнего мира За счет собственных ресурсов Производство каких товаров народного потребления Делает нашу страну уникальной и единственной в своем роде Производство Соловьевско-Киселевского вранья Что еще? Мы трусов собственных сшить не можем Те, кто смотрят меня в ТикТоке, уже слышали То, что скажу сейчас, кстати Присоединяйтесь, кто еще не успел Реальная журналистика мы там тоже называемся Для всех остальных Знаете, вот на днях у меня подгорело от одного рекламного ролика Который увидел в ящике Это была реклама банка с громким названием Росбанк И вот прямо там в ролике прозвучало следующее Входит в группу компаний ССЕТ-Женераль Я до этого не знал Блин, как банк с таким названием может принадлежать французам? Ну объясните мне тупому И другой пример, пожалуйста, вообще классика Кондитерская фабрика Россия Россия, блин, владелец швейцарский концерн Нестле И такое тоже бывает Уроды, даже Россию умудрились продать Какие нахрен Асимметричные санкции Мы же везде зависим от этого Евросоюза От штатов, от Азии Кого вы слушаете? У нас 9 предприятий из 10 иностранных Даже если называются по-русски Еще раз О каких антисанкциях Мартышки в таком случае лопочут? Мой кот, вон тоже антисанкции Против меня с утра ввел Спрятался под диван И думал, что мне от этого плохо Правда потом жрать захотел Вылез Начинаем Вообще, конечно, подзадолбала уже эта пластинка 20 лет одно и то же Кругом враги Враги хотят подорвать нашу стабильность Если бы не происки врагов Стабильность в чем? Задаю я вопрос В нескончаемом обнищании населения В отсутствии элементарных условий для жизни Это еще называется благами цивилизации У нас ведь полстраны В 21 веке Срать, простите В деревянные туалеты ходят дровами Вся Сибирь отапливается Да че Сибирь, моя дача 12 километров от Екатеринбурга Один из крупнейших городов страны 25 минут езды на рейсовом автобусе И там нет газа Хотя это поселок, люди живут Районом города считается Вот эту стабильность вороги-то хотят подорвать Кстати, вот Воркута Шахтерский городок За полярным кругом Последний раз я видел такое Когда в Припять ездил Но в Припяти ядерный взрыв случился Поэтому люди ушли из города А с Воркутой-то что? Ах да, туда добралась Путинская стабильность Понятно, что рассказывая о таких достижениях Национальным лидером не станешь И на троне сидеть бесконечно тоже не получится А поэтому в какой-то момент решили ребятишки оттуда Оправдывать свою никчемность и бесполезность Сказками как раз о врагах Что мешают развивать великую и могучую Ну просто вспомните сейчас Ведь все 20 путинских лет Режим боролся с ветряными мельницами Куда ни плюнь Все развалилось При этом они как щитом прикрываются Так мы же с врагами боремся Некогда нам пока Ну давайте, повторюсь, повспоминаем Сперва с Березовским дядя Вова воевал Потому что олигарх не давал поднять стране голову Победил Переключился на Ходорковского Это тоже не давал заняться проблемами России Потому что Ходорковского посадили Возникла пятая колонна Ну Каспаровы, Лимоновы и же с ними сгнали Образовался Немцов На смену Немцову пришел Навальный Теперь уже и Навального нейтрализовали Казалось бы, все Враги закончились, сейчас заживем Нет, они нашли нового Теперь это хрупкая маленькая девочка Саша Бортич О ней, кстати, мы завтра поговорим Обещал же спецпроект Ну а пока продолжим у рывках и прорывах Это реальная журналистика Поехали Кстати, с последнего путинского выступления вообще угарно Ну вот в среду царь побывал на коллегии Федеральной службы безопасности И это просто надо читать медленно и с выражением Давайте попробую Путин потребовал бороться с коррупцией на всех уровнях власти Особое внимание российский лидер обратил на необходимость Пресечения хищения денег, выделенных на борьбу с коронавирусом Такой же последовательной должна быть борьба с коррупцией и в экономической сфере и на всех уровнях власти Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств В первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов На госпрограммы и гособоронзаказ на борьбу с коронавирусной инфекцией Просто попытайтесь переварить услышанное На 22-м году своего правления человек обращается к представителям власти Которых сам же и назначал на должности в основном И мол, ребята, не воруйте, пожалуйста Хотя бы те деньги, которые мы на борьбу с пандемией направляем То есть он в курсе, что его халуи тащат все, что не приколочено Но Путин не призывает ФСБ разобраться с этим в кратчайшие сроки И привлечь виновных к ответственности Он не сказал, вот вам неделя, найти всех Привезти камни сюда и пусть следственный комитет готовит уголовные дела Нет Великий кормчий так и не сказал Он стоит и мямлит Друзья, не крадите по многу Ребята, давайте жить дружно Ну а я предлагаю посмеяться еще над одной сказкой Она, кстати, ближе к нашему телу, чем все эти путинские выступления Итак, накануне стало известно, что жулики и воры, простите Слуги народа, конечно же, из правительства Приняли постановление, повышающее утилизационный сбор на спецтехнику Для угледобывающей промышленности Но покупая машину, вы знаете Предприятие платит дополнительную денежку сверх цены Это денежка за утилизацию машины в будущем И вот этот побор теперь повысили Причем хорошо, так повысили На что мы ментально отреагировали В Минэкономразвитии И сообщили, что это неизбежно приведет к росту тарифов Журналисты из «Известий» как-то про это дело пронюхали Естественно, вцепили в данную историю Даже дураку, потому что понятно Раз где-то кого-то нагрузили дополнительным Заплатите нам еще, значит это заплатите нам еще В конечном итоге шарахнет по карману потребителя Ой, что началось дальше В Кремле и в правительстве прочухали Что обделались Шутка ли? Они к выборам готовятся А тут такая непопулярная тема всплыла Они же хотели лохов только после голосования Обрадовать, короче Надо как-то исправлять ситуацию А как? Ничего лучше не придумали Спустили с цепи своих тупых пропагандистов Анекдот, господа Повышение утилизационного сбора в России Не приведет к росту тарифов на свет и тепло Об этом нам заявили в Министерстве энергетики Ведомстве подчеркнули, что цены на электроэнергию для населения В нашей стране полностью регулируются государством Да-да-да Ну, как государство регулирует цены, мы все в курсе В декабре они нам тоже пообещали сдержать те же цены на продукты В течение месяца продукты подорвали на 30-50% и даже более В некоторых случаях сейчас вот горбатого лепят о сдерживании цен на тарифы Мы, конечно же, верим, что у них все получится Какие бы цены не были, они... Это уже проблема... Это уже проблема поступщиков в бизнес, а не граждан Вот хорошо иметь тупое население, согласитесь Сидит перед телевизором толпа дураков, которая в экономике не петрит от слова вообще Втираем мы любую дичь, схавают Ну, да я тогда за этих бестолковых россиян заступлюсь Что значит это проблемы бизнеса? Нет! Любые поборы с бизнесмена это всегда проблемы покупателя, потребителя в нашем случае Ну, не занимаются люди бизнесом ради убытков Только идиот может купить, скажем, киловатт за 4 рубля, а продать затем за 3 Сами-то подумайте Конечно, дополнительные расходы в цену для нас заложат Ой, эти пропагандисты... Цена на джинсы выросла Цена на футболки выросла Цена на кроссовки, носки и трусы выросла Значит, на одежду вы будете тратить теперь меньше Да, но только в одном случае Если одеваться перестанем Меня другое поражает Люди, вы вообще в своем уме? Может, пора уже 3 плюс 2-то сложить? Ну, не получится там 10 И 15 не получится, а уж 45 тем более Даже если ваш любимый Путин лично прикажет изменить для России правила сложения и вычитания Даже если пропишем такие правила в Конституции, не получится Включите вы уже, наконец, башку Перестаньте в нее только жрать И складывать киселевско-соловьевские испражнения Ладно, все это реальная журналистика Спасибо кафе Фаина Раневская За предоставленное помещение Кафе советского быта Вообще-то загляните Окунитесь в атмосферу СССР А еще подписывайтесь на оба наших каналах В соцсетях тоже жду Добавляйтесь в друзья Темы предлагайте Поднимем, обсудим А я за сим Спешу откланяться Пока Пока